и так колодка для растяжения обуви. очень простая конструкция. изготавливается буквально за несколько часов. как я это сделал все вам расскажу и покажу. как растягивается обувь очень просто. это как раз стандартное изделие. смотрите видео. я думаю будет интересно. появилась задача у меня для изготовить колодку для растяжения обуви. растяжение обуви в длину. в чем суть задачи. я выпилил себе два куска из дубовой доски. вот так выглядит колодка. необходимо сделать две части. одна похожая на носок и вторая. вот она похожа на носок. и вторая часть похожа на пятку. где-то вот такого размера. между ними я вставлю болт с гайкой. буду выкручивать. например закреплю гайку. буду выкручивать болт. и раздвигать колодку. она будет достаточно универсальная. с большим ходом. например больше и меньше болт поставить. можно будет на 36, на 38, 40 и 44 размер. что необходимо сделать. сейчас вот есть такая заготовка. необходимо довести ее с помощью топора, рубанка, шлифмашинки до вот такого вида. приблизительно. вот передняя часть засовывается в носок. и вот до такого вида. может быть не такой изящный. это будет пяточная часть. ну а сейчас приступаем к деревянным работам. с помощью вот такого инструмента. может быть стамески. шлифмашинки или болгарки. буду подтягивать. вырубывать. потихоньку показывает что он не получил. получает. вот такой у меня получился результат после предварительной обработки топором. ножовкой, лобзиком и рубанком. у меня есть электрорубанок. тут собственно не принципиально. это будет пятка которая входит. пятка должна встать вот таким образом. чтобы она туда пяточная часть немножко выступает. чтобы она туда зашла и не выскальзывала. соответственно и вот такое устройство у меня получилось. теперь мне осталось каким-то образом приспособить или просто так оставить болт и здесь откручивать. или закрепить его внутри. например просверлить и закрепиться здесь. вопрос я уже буду решать дальше. дальше покажу как я это реализовал. немножко сейчас еще зашлифую наждачной бумагой. для того чтобы он приобрел такой приличный вид. не оставлял заусенок на такой обуви и еще на валеной обуви. у меня жена занимается валенками. делает валеную обувь и валеную одежду. ботинки и необходимо иногда может быть растянуть. тоже пригодится. вот такое устройство я уже как бы до половины сделал. даже сейчас уже в таком виде можно растягивать обуви. если просто развести здесь упереть туда и сюда и двумя ключами развести и уже будет растягивать. даже если ничего не закрепляет. можно поставить два таких болта для того чтобы оно как бы оцентровывалось. одну сторону вторую сторону. сейчас дождь пасмурно и плохо видно. но я еще покажу как я реализовал эту идею. как же действует эта колодка? все очень просто. есть два разных два разных длины болта. если нужен меньший размер я беру меньший болт. вставляю одним концом в отверстие. в принципе даже не нужно два ключа. достаточно одного. здесь он плотно входит и в общем-то фиксируется. вставляю в обувь и здесь с помощью ключа развожу развожу этот ключ. сначала может быть вручную. насколько это возможно. самое главное подобрать размер болта. сначала закручиваем полностью. как можно плотнее вставляем и потом раскручиваем. если гайка широкая то вот она в состоянии растянуть на такое количество. если вдруг с первого раза не получается. я сначала растягиваю может быть меньше болтом. растянул до такого состояния. потом вытаскиваю. вставляю этот болт. если вдруг не получается вставляю этот болт и растягиваю дальше. собственно в этом и вся суть этого устройства. очень полезно. потому что иногда после того как обувь намокла она ссыхается и может давить. пользуйтесь. подписывайтесь на канал. интересное устройство еще есть на канале. ремонт бытовой техники. интересное видео. пожалуйста. всего доброго.